Юрьевич, Ваше вступительное слово. Одна минута, прошу Вас. Вы знаете, к сожалению, борьба с мировым терроризмом, это нечто совершенно вводящее в сторону от существа. Бороться надо не с пулями, не с снарядами, которые в нас пущены, а с теми, кто их запускает. То есть надо всегда ясно видеть противника, а не лишь проявление его деятельности. Значит, бороться приходится со внутренними опасностями, с внешними угрозами, а также, к сожалению, очень часто есть опасность, что власть под прикрытием внешних угроз начнет злоупотреблять своими положениями, своими полномочиями. Это на самом деле самая главная угроза. Правоохранительные органы очень специальная вещь, сейчас обсуждать детали бессмысленно. Но нельзя допускать, что правоохранительная система работала против тех, кто выступает за смену власти, смену режима и смену направления развития. Значит, правоохранительная система должна работать с реальными угрозами, а не подменять эту важную деятельность борьбой с оппонентами власти. Благодарю, Вопросы обеспечения общественной безопасности. Полторы минуты, прошу Вас. Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую, как известно. Кто не хочет кормить свои спецслужбы, будет кормить чужие. Значит, абсолютное внимание к спецслужбам. Это очень сложная, очень дорогая работа. В то же время, там, где больше секретности, там всегда больше злоупотреблений. Если мы знаем, что везде, где мы можем видеть, где секретности нет, сплошные злоупотребления, в управлении госсобственности, в бюджете, в Центральном банке и так далее, то что говорить о сферах, прикрытых секретностью? Вот шесть лет назад конкурент наш, нашего кандидата, победил в результате того, что вроде как разгромил майданную угрозу. И выступил якобы защитником России. Чего мы от него ожидали? И что получили? Мы получили сдачу страны в ВТО. Мы получили Улюкаевых, Набиулиных, Шувалова, Дворковича, далее в правительстве. Мы получили передачу огромных территорий, несопоставимых с Крымом по размерам. Так называемые территории, опережающие на 50 лет в аренду корпорациям. Мы получили так называемое совместное освоение южных Курил с теми, кто уже признал их своими. И так далее, и так далее. Спасибо Сергею Богорину за то, что он назвал членов ГПРЗОВ, томящихся в застенках, которых может быть не стало, должны быть в любви. Юрий Юрьевич, какова должна быть государственная политика в сфере трудовой миграции, в том числе и с учетом интересов общественной безопасности? Полторы минуты, прошу вас. Наш кандидат – представитель КПРФ и национально-патриотических сил. Вот по этому вопросу национально-патриотических сил очень жесткая позиция. Пресечение плановой замены коренного населения России. Вообще все манипулирование происходит в мире и в нашей стране по принципу «разделяй и властвуй». И мне хочется подчеркнуть, что главное, что отличает нашего кандидата от других, не то, что он чем-то лучше или мы чем-то лучше, этого не утверждаем. Но нам удалось преодолеть вот это тысячелетнее «разделяй и властвуй». Мы смогли объединить тех, кто казался непримиримыми противниками – коммунисты и национал-патриоты. И в этом смысле очень важен опыт нашего кандидата. Чем он отличается от других? Вы вдумайтесь сами. Вокруг Москвы, вокруг кольцевой дороги было два десятка хозяйств. Все поддались искушению господствующей тенденции «разделяй и властвуй». Схватить свой пай и беги. И всех, извините, как клопов раздавили. Они со своим коллективом сумели противостоять этой пагубной тенденции. Они сказали, что вместе мы сильнее, чем поодиночке. Никаких паев, акционерного общества, закрытого типа, чтобы ни один рейдер не прорвался. И в результате каждый сотрудник совхоза получил больше, чем если бы даже он выгодно продал пай. Больше всех грудинен получил больше 40%. Каждый получил больше. Ну и раз задается вопрос, отвечаю. 22 года не распределяют дивиденды на акции, а все вкладывают в развитие. В результате лучшая школа в Европе, по данным ЮНЕСКО. И это все вклад вообще в стабильность социальную. Образованные люди, имеющие нормальную жизнь, нормальную зарплату, нормальную инфраструктуру. Юрий, но деньги за что? За аренду земли чужой. Земля закончил пока. Благодарю вас. Юрий Юрьевич, ваше выступление и обращение к избирателям. Прошу вас. Уважаемые избиратели, вот вы сейчас видели, против кого сражаются эти люди. Против нынешнего режима или против альтернативного кандидата? Вы сами сейчас это видели. Значит, я скажу так. Ложь и клевета льются, потому что человек и силы, стоящие за ним, представляют угрозу. Если бы были какие-то счета, сняли бы с дистанции. Каждый кандидат имел право подать в Верховный Совет. Суд никто не подал, и цик не подал. Значит, ложь и клевета. Значит, готовятся новые провокации. Уже заявляют, что США вмешиваются еще. Готовятся мощные провокации. Не верите, не поддавайтесь. Последнее. Посмотрите в сети ролик матери жены узников 8 марта. Жена полковника Квачкова. Дочь генерала Рохлина в нашей команде. Мать Парфенова. Рассказывает о жизни и судьбе. Слушайтесь в это, и будете знать, что делают на выборах. Благодарю вас.